Привет, меня зовут Паша, я программист, теперь нет, но был айтишник. Работаю в компании IT-Hard. Мы проводим хакатон, но мы решили сделать его немножечко необычным хакатоном, потому что обычно это люди приходят, придумывают проекты, все это брейнштормят и разрабатывают. Мы решили сделать это несколько иначе, то есть наша цель, так как у ребят, у некоторых есть коммерческий опыт, у некоторых нет, мы хотим сфокусироваться на том, чтобы они получили своего рода коммерческий опыт за небольшое количество времени, поэтому мы подготовили изначально какие-то идеи и правила, наверное, его проведения, ребята придумали проекты и они сейчас их разрабатывают. Мы хотим сделать какой-то knowledge transfer того, как на реальных проектах происходит приемка проекта, изначально оговаривание требований, чтобы это была завершенная вещь не просто, ну, наверное, приложение, которое разрабатывается и показывается на локальной машине, но в том числе оно могло быть где-то в облаке и разные пользователи могли бы попробовать его потыкать. И кроме этого была настроена автоматизация, то есть какой-то DevOps, кроме этого автоматизация тестирования. Меня зовут Диана, Диана Артеменко. В команде я выступала как Automation QA Engineer. Я приняла участие в хакатоне, в команде, которая разрабатывала проект под названием WikiApp. Этот проект нацелен на создание такой, может быть, какого-то такого аналога сайта TalonBuy, где пациент может забронировать себе консультацию у определенного врача. Меня зовут Стас. В конце июля я закончил курсы Teach Me Skills по специальности Project Manager. Я пришел на хакатон в качестве Project Manager. Мы развивали тему сервиса для производства и продажи сельскохозяйственной продукции, чтобы люди, которые производят свою продукцию, будь то мед, молочка, яйца, могли продавать ее через наш сервис. Меня зовут Саша. Я закончил курсы Teach Me Skills как Project Manager. И сегодня, ну и вот эти дни на хакатоне, я исполнял обязанности Project Manager. Наша подготовка началась за неделю до, так сказать, самого основного события. Созванивались, устраивали такие онлайн-митинги, где каждый предлагал свои идеи. На самом деле было с этим немножко сложно, потому что многие такие идеи были, ну, не совсем осуществимые за семь часов. Вот, поэтому в итоге мы пришли вот к идее создания вот этого проекта. В подготовке мы нарисовали какой-то алгоритм, как будет работать эта программа. Ну и с этой подготовкой подошли к основному мероприятию. После того, как произошел созвон всех-всех людей вместе, мы решили выбрать свою тему. Мы в группе списались, назначили дедлайн среда, когда к этому дню все должны подготовить какой-то список определенных тем. В среду мы должны были созвониться и решить. Собственно, это мы и сделали. Мы выбрали тему, мы выбрали архитектуру, на которой мы будем работать. После этого мы подготовили минимальный набор лендингов, как вообще будет выглядеть наш проект. Составили, я со своей стороны составил ВБС, составил Project Charter, чтобы понимать вообще, от чего отталкиваться, сколько времени понадобится на разработку. И уже в субботу пришли, мы реализовывали проект. Ребята делали все программно. Я курировал процессом, решал спорные моменты и помогал им по мере возможностей. Я организовывал им рабочее пространство для введения документации, создавал. Я организовывал ежедневные митинги подготовительные до начала. И в целом следил за, чтобы команда прошла основные стадии подготовительные, когда она формируется. То есть мы, так как у нас были каждый день митинги, daily митинги, мы осуществили вот переход по всем стадиям формирования команды этой типа. Это как storming, forming, norming, performing. И собственно, мы когда пришли на hackathon, на первую часть, вот я следил, чтобы люди познакомились, наладили контакт, выработали общие подходы, у нас появились какие-то уже связи внутри команды. И мы просто пришли, собрались и выполнили то самое задание, ту задачу, которую мы перед собой ставили. Дальнейшее развитие проекта, мне кажется, перспективное. Я думаю, у нас получилось. Получилась как-то совместная работа. Я считаю, у нас хороший итог. На выходе у нас получилось MVP. Это получается минимальный общереализуемый продукт, то бишь сайт, на котором человек может зарегистрироваться, если он зарегистрирован, то авторизоваться, подать объявление, найти объявление какое-то, если ему нужно, и связаться с продавцом для того, чтобы заключить, собственно, сделку уже о покупке и в дальнейшей договориться о доставке. Это была фактически полная имитация проекта. У нас была определенная возможность, мы могли выбрать тему для проекта. Я общался с командой, мы организовывали и брейншторминг, мы собрали идеи, у нас появилась определенная цель, которую мы хотим сделать. Так как мы постоянно, опять-таки, оглядывались на наши ресурсы, что мы можем делать, эта идея в итоге изменилась, то есть просто проект не то, что он отменился, он видоизменился, и благодаря этому наш сайт, который мы создали, он имеет законченный вид, потому что мы сделали все, что хотели. Это сайт-агрегатор для того, чтобы каждый, там, зашедший мог выбрать себе хобби из списка, там, кружков и секций, допустим, которые доступны, там, в том или ином районе. Хакатон у нас прошел, эмоции сугубо положительные, он, наверное, получился не так, как мы изначально ожидали, но это, наоборот, хорошо, потому что мы закладывали немножко другие штуки. Мы, например, решили чуть-чуть упростить, потому что, ну, там, канонично хакатоны, вот, на которых мы были, которые, там, принимали участие, в которых мы, они были с синерами обычно, ну, просто с девелоперами, у которых есть коммерческий опыт. Здесь у нас ситуация немножко другая была, поэтому мы приняли решение, ну, наверное, немного помочь упростить, то есть мы разрешили придумать проекты заранее, согласовать заранее, какие-то наработки сделать, в том числе, так как у нас были PM в командах, они смогли подготовить какие-то презентации, плюс продумать, там, тесты, тест-кейсы, девопс, какие они будут технологии брать, вот такие вещи. И, на самом деле, это очень сыграло на руку, и это здорово. В принципе, мы организовывали, что у нас есть три команды по пять человек, то есть PM, backend, frontend, тестировщик автоматизированный, плюс девопс, вот, и они должны были от большего самоорганизовываться, потому что, ну, как бы это хакатон. Мы не хотели делать просто какой-то мастер-класс, они должны были сами, ну, справиться, а мы просто какие-то советы даем, вот, и, ну, по факту, да, они делали, разрабатывали вот три команды параллельно проекты. Получается, первый день мы просто закончили с разработкой и решили сегодня не разрабатывать заново, потому что, ну, это тяжело, 12 часов вот так вот через неделю мы решили, это не очень хорошая идея. И поэтому сегодня мы сфокусировались просто намного шире на фидбэке. Мы не просто посмотрели проекты, а потом, ну, ответили, а мы прям, ну, потратили на это вот уже седьмой час, получается, у нас идет. То есть, ребята нам показали презентацию под проекты, после этого мы посмотрели, сами потыкались, как конечные пользователи. Да, мы программисты, а не это вот человек, который вообще к этому не близко. Но все равно, какой-то фидбэк можно было дать. И мы его очень много планомерно давали. И кроме этого, в конце мы вот сейчас смотрим, уходим уже непосредственно в код и какие-то такие детали, ну, сугубо технически обсуждаем. Где-то про организацию кода, где-то про кодстайла, где-то про какие-то технологии, которые можно было бы выбрать, и это было бы лучше в этой ситуации. И в принципе, то есть, ну, какие-то такие моменты. Я очень рада, что поучаствовала и что меня пригласили, что преподаватель меня посоветовал. Почему нужно? Потому что, ну, наверное, многие, кто заканчивает курсы, они не сразу, естественно, устраиваются на работы в эту сферу. Нету какого-то реального опыта, где можно попробовать, пощупать, поработать вот в такой команде. И поэтому, естественно, это очень полезно, дает какой-то навык, как это в реальной жизни происходит. Это довольно интересный опыт, потому что ты действительно, в связи с тем, что ты выбираешь тему, ты можешь, с одной стороны, подготовиться, с другой стороны, это как реальный проект, запустить, автоматизировать процессы. Ты приходишь, это будет полезно для новичков, потому что ты приходишь в новую команду, ты не прошел еще, скажем так, фазы шторминга, анбординга вместе с ними. И, соответственно, ты строишь взаимоотношения с нуля, как в реальной жизни. И это очень полезный опыт. То есть для меня были несколько стрессовые ситуации. Даже сегодня, когда мы пришли, у нас не работала демо, и нужно было в срочном порядке как-то что-то передеплоить и запустить, чтобы это все заработало. Потом отвалился интернет, но все получилось, все хорошо, мы молодцы. Здесь конкретный проект. Да, он местами простой, да, он местами допускает какие-то допущения и упрощения, но все, кто за него взялись, они все фактически имеют опыт взаимодействия с другими членами команды. Потому что одно дело, когда кто-то учится на фронт-энд, на бэк-энд, они решают задачки. А здесь конкретно работа с людьми, работа в команде. Это и не некая абстрактная задачка, это конкретная задача, которая может быть совсем другой от того, что ты ожидаешь. Мы планируем проводить еще хакатон в школе Teach Me Skills. Нам понравилось. Мы бы хотели еще какие-то штуки делать, например, вот с мастер-классом, вот этим, где мы объединяемся. Это тоже интересная идея, хотелось бы вот это попробовать. С хакатоном тоже. Мы соберем с ребят фидбэк и постараемся немножко лучше это сделать, потому что всегда есть нюансы, и куда лучше делать, совершенствоваться. Это очень интересно. Знакомишься с новыми технологиями, возможно, учишься, как работать, как сотрудничать с другими. Я немножко по-другому рассматривал вообще процесс именно фронт-энд и бэк-энд-разработки. У меня не было до этого опыта, чем занимается DevOps, как он, собственно, курирует вообще всю работу. И посмотрев, как все это работает в связке, это, скажем так, поможет мне в дальнейшей работе в плане налаживания процессов. Тут можно как, опять-таки, как узнать свои сильные стороны, так и вскрываются определенные пробелы в знаниях, которые можно потом уже себе-себе составлять план на дальнейшее развитие. И, опять-таки, уже можно четко осознавать свои слабые и сильные стороны. Если подвести черту, то уровень хороший, он меня приятно удивил, на самом деле, потому что у меня были ожидания немножко хуже. Ну, да, я рад, что я удивился, рад, что приятно удивился, и надеюсь, что ребята дальше будут развиваться, и мы как-то будем пересекаться. Я бы с некоторыми точно хотел поработать, да. Продолжение следует...